приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы всем всем здравия и большого человеческого счастья продолжаем знакомство с агрогороскопами на февраль 2022 года и сегодня рассмотрим агрогороскоп пикировки пересадки перевалки посадки рассады цветочных и овощных растений тема серьезная и очень важная это одно из важных звеньев в технологии выращивания здоровой рассады речь пойдет именно о пикировке с пересадкой перевалкой там все намного проще уже а вот пикировка всегда вызывает очень много вопросов и у меня снова же уже подготовлены ответы на вопросы новичков в нашей большой уже семье огородников когда и зачем проводится пикировка можно ли без этого обойтись при выращивании рассады вот такой комплекс вопросов по пикировке да можно обойтись и без пикировки но для этого высевается отдельно каждая семечко в отдельный стаканчик горшочек в кассеты или торфяные таблетки но если семена овощных или цветочных растений высевать в ложки коробки миски где семена начинают расти на начальном этапе и там много этих семян засевается то нужно обязательно вот эти уже взошедшие растения рассаживать в отдельные емкости когда это делать обычно пикировка я ее называю пикировка пересадка в отдельные квартирки для каждого растения проводится через 10-14 дней не более дальше затягивать нет смысла и раньше не надо спешить вот именно через 10-14 дней после появления всходов рассадных растений хочу особое внимание обратить на несколько моментов первое пикировку проводите в заранее увлажненную землю если вы польете почвогрунт после посадки вот этого маленького растения почвогрунт уплотнится и корни могут задохнуться и еще одна подсказка и эта подсказка от анастасии известной героини которая живет почти в каждом из нас я думаю что в каждом из огородников сердце живет это прекрасная душа так вот в книге владимира мегре в одной из книг анастасии анастасия рассказывает что после пересадки рассады нельзя поливать растение в течение трех суток именно это количество суток нужно растению чтобы освоить корням почвогрунт в данном случае у нас в горшочке или если рассаду высаживаем другое место вот эти три дня нужно чтобы растение привыкло адаптировалась и настрой пошел на то что нужно формировать корневую систему а корневая система нужна для того чтобы питаться и только вот после этих трех суток в благоприятный день для полива у нас всегда агрогороскопы на каждый месяц по поливам есть и вот в этот период уже выбираем немного увлажняем землю в горшочке большое количество воды в это время может привести к черной ножке или другим грибковым заболеваниям корни в это время еще не могут такое изобилие воды выпить за такой период второе ни в коем случае после пикировки не устанавливайте рассадные растения то ли это в ящички то ли еще какие-то у вас емкости не устанавливать вот эти емкости на подоконник здесь сразу две беды ждут этих наших малышей растений первая беда от стекла и снизу здесь всегда температура низкая контрастная с одной стороны сверху может быть жара а снизу холод и корни естественно погибают вторая беда в солнечный день вот эти жгучие солнечные лучи вызывают повышенное испарение влаги листьями и происходит обезвоживание растений и упадок сил у растений потому что корешки еще в это время не сформировались не настроились на работу и они не могут впитывать влагу и растения травмируются и даже у начинающих погибают кстати у нас тоже еще в начальной стадии была такая ситуация и на подоконнике и полили теплой водой но вода была на подоконнике снова же растения воды было много и естественно черная ножка уничтожила все растения через сутки мы увидели все растения лежали и их восстановить уже нельзя было запомните первые пять семь дней распикированные растения рассады установите горшочки вместе где нет контрастных температур и здесь должна быть одна температура что снизу что сверху от плюс 16 до плюс 20 градусов жара не нужна и холод не нужен здесь должен быть рассеянный свет чтобы все свои силы растения вот этих благоприятных условиях направили на перестройку своей жизни в новых условиях и начали создавать корневую систему которая и будет их далее питать и далее начнется развитие этих растений итак мы с вами рассмотрели правила пикировки я ответила сразу же на вопросы которые у меня собрались в 2021 году и уже некоторые в этом году а теперь сам агрогороскоп в котором я сразу учитываю вот эти особенности он подходит для пикировки для посадки уже готовой рассады для перевалки рассады из маленьких большие горшочки вот это все касается рассады в феврале 2022 года время московское первый такой хороший период для вот этих важных агро приемов будет 3 февраля начинаться в 9 часов утра в знаке рыбы при растущей луне и вот с 9 часов до конца суток можно проводить этот агро прием 4 февраля с 0 часов и до 11 часов второй очень ценный период телец растущая луна будет в этот период 7 февраля с 3 часов ночи до конца суток и 9 февраля только два часа будет с 5 часов утра до 7 часов утра хороший длинный период для пикировки для посадки перевалки рассады будет при растущей луне в знаке рак 12 февраля с 4 часов утра и до конца суток 13 февраля все 24 часа и 14 февраля с 0 часов и до 12 часов дня следующий период у нас уже начинается после сожженного пути полнолуния вот один знак из знаков стихии воздуха я его использую его можно использовать благодаря тому что мы заранее увлажняем почву не поливаем и очень хорошо в весах тоже происходит адаптация растений и наращивание корневой системы и так в весах убывающей луна хороший период 19 февраля с 8 часов утра до конца суток 20 февраля все 24 часа 21 февраля с 0 часов и только до 7 часов утра еще очень хороший период 21 февраля начинается при убывающей луне в знаке скорпион и это период начинается с 13 часов дня и до конца суток 22 февраля все 24 часа 23 февраля с 0 часов до 11 часов 30 минут утра завершится месяц хорошим благоприятным периодом при убывающей луне в знаке козерог это время хорошее также для посадки перевалки и пикировки 25 февраля с 20 часов до конца суток 26 февраля все 24 часа и 27 февраля с 0 часов и до 16 часов 30 минут дня вот такой довольно таки большой агрогороскоп для пикировки посадки перевалки рассады феврале 2022 года можно выбрать из этих периодов любой день и сейчас очень хорошо в доме подготовить все и провести вот эти агро приемы с нашей рассадой раиса горяченко александр волик подготовили это видео для вас мы ответили на вопросы новичков с уважением относимся к ним они начинают но они тоже наши коллеги мудрые может быть простите за слово но в том мире мы старые мудрые души которые набрали нужное количество света и продолжают свой эволюционный путь развития к свету к творцу к первотворцу прощаемся с вами всего всего навсего до новой встречи и еще раз желаем вам всего самого доброго удачных вам вот этих всех проведения всех агро приемов хорошего вам урожая 2022 году пока пока